Белгородская область На эти и другие вопросы ответит гость нашей программы, председатель правления Белгородского городского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Владимир Коротких. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Давайте начнем от общего к частному. Скажите, пожалуйста, какие вообще бывают уровни террористической опасности? Ну, вообще, нужно сказать, что уровни террористической опасности предусмотрены федеральным законом, 35-й федеральный закон от 2006 года о противодействии терроризму. И там эти все уровни опасности описаны. Это синий уровень опасности, желтый и красный. Синий – повышенный, желтый – высокий и критический – красный. И, соответственно, эти уровни отличаются друг от друга способами усиления режима контртеррористической операции. Что это такое? Ну, допустим, если желтый и синий мы берем уровень террористической опасности, это здесь мы наблюдаем подготовку всех сил и средств, всех органов исполнительной власти для отражения террористической атаки. Что это такое? Ну, это идет усиление работы, прежде всего, правоохранительных органов, подсчет сил и средств, какие обладают они силами и средствами для отражения террористической атаки, усиление работы медицинских структур, то есть тоже здесь идет оценка сил и средств, где будут в случае чего располагаться пострадавшие, как они будут эвакуироваться, работа МЧС, работа жилищно-коммунальных структур, работа других органов исполнительной власти, как будут налажены взаимодействия органов исполнительной власти с силовыми ведомствами, ну и так далее. Вот яркий пример желтого уровня, это сейчас у нас ролик выходит в мессенджерах, это как себя вести при обстрелах. Вот это яркий пример, как работает желтый уровень террористической опасности. Он транслируется и на нашем телеканале. Да, очень хороший ролик и очень поучительный, и там есть еще ролик по тому, как себя вести при обнаружении каких-то взаимоотношних предметов, мин, ну и так далее. Вот два ролика, которые очень хорошо, ярко показывают, что делать людям и как им действовать и так далее. Много вопросов сейчас возникает как раз с этим, готовят там бомбоубежище, там подвалы, там губернатор у себя размещает. Ну, здесь нужно как бы людям понимать, не нужно здесь паниковать. У людей уже изменения восприятия вот такой ситуации уже прошли. То, что сейчас делается, подготовка, значит, соответствующих помещений для эвакуации людей, куда они могут пройти, да, информирование людей, это все делается в рамках желтого уровня террористической опасности. Это все в рамках закона. И сильно ли вот введение желтого уровня террористической опасности повлияло на повседневную жизнь граждан? Ну, я скажу, знаете как, вообще не желтый уровень повлиял, а мне кажется, просто события, которые происходят на сопредельном государстве, у нас в области повлияли на сознание людей, ну и вообще на жизнь людей и так далее. Ну, потому что введение уровня террористической опасности, желтого, там, красного, это последствия. А мы-то понимаем, мы живем на земле, мы-то понимаем, что происходит, обстрелы какие происходят и так далее. Ну, прежде всего, что хотел отметить, произошло осознание у людей в голове. То есть это немаловажно. То есть люди, скажем так, готовятся и подготовлены морально-психологически. Ведь наша область, как все приграничные, скажем так, области, очень воспринимает это, ну, эти события воспринимают, ну, реально. То есть люди осознали, что они делают. Допустим, те, кто живут в частных секторах, при начале обстрелов они спускаются в подвальные помещения. Раз. Это правильно. Реально люди, некоторые заготавливают там какие-то припасы. То есть не обязательно там в подвальных помещениях, а вообще припасы, да, на случай эвакуации. Реально люди приготовили какие-то тревожные чемоданы, запаслись бензином для того, чтобы, может быть, куда-то придется уезжать или эвакуироваться. Это нормальная реакция людей на ту сложившуюся ситуацию, которая у нас существует. То есть это все правильно, люди делают все правильно. Ненормально это, конечно, в плане как бы человеческого восприятия, но то, что люди так делают, это, конечно, все правильно. Сейчас вот востребованность есть в уроках медицинской подготовки и проводятся вот соответствующие органами нашими, значит, исполнительной власти, инициируются такие занятия и так далее по медицинской подготовке, уроки там какие-то НВП и так далее. Ну, знаете, здесь уроки НВП это уже как бы специализированная, как бы это специализированная деятельность. НВП, начальная военная подготовка. Да, начальная военная подготовка. Здесь как бы не нужно. А вот то, что вопросы, которые по оказанию первой медицинской помощи, запастись какими-то перевязочными материалами и так далее. Не обязательно, что человек может там попасть под обстрел, его там ранят и так далее. Он просто может, скажем так, быстро бежать или упасть там и нанести себе какую-то увечья и рану и так далее. Соответственно, должен уметь оказывать себе первую медицинскую помощь. Люди должны это делать. Ну, не только себе, но, соответственно, детям там или кто пострадал и так далее. Вот, Владимир, раз вы напомнили про уроки медицины, да, и про уроки НВП, я думаю, стоит в нашей ситуации вспомнить и такие уроки, как ОБЖ, причем начальной школы и средней, да? Да. Где как раз таки рассказывается о том, что есть еще замаскированные взрывоопасные предметы. Вот скажите, пожалуйста, в желтый уровень опасности, скорее всего, количество таких предметов по сравнению с синим возросло в несколько раз. Вот как человеку определить, что перед ним действительно находится опасный предмет, взрывоопасный предмет, и как ему себя вести в такой ситуации? Ну, смотрите, я немножко вас поправлю, извиняюсь. В желтый уровень опасности у нас не возрастает количество взрывоопасных предметов. У нас, как я уже сказал, желтый уровень опасности — это готовность всех структур, всех подразделений к отражению атаки. Вот что желтый уровень опасности. То есть это своего рода, скажем так, мобилизация такая внутренняя, ну и системная. Это первое. Второе. Желтый уровень опасности подразумевает о том, что могут, то есть это, во-первых, структуры должны работать и, соответственно, усиливать свою работу по противодействию. Что это значит? Ну, у нас есть еще оперативные службы. Оперативные службы — это правоохранительные органы, это органы безопасности, которые должны вести работу, соответственно, агентурную работу, оперативную работу. Что такое оперативное? Это скрытая работа. То есть они должны выявлять эти источники террористической опасности и должны их ликвидировать. Ну, вот мы часто видим по телевизору, там террористов задержали, там задержали, там в каких-то регионах и так далее. Вот задерживают их. Вот это реально работает уровень, работают наши правоохранительные органы. Я уверен, что наши правоохранительные органы тоже работают в этом направлении и делают свою работу. Об этом они, конечно, не будут говорить и не будут заявлять во всеуслышание, потому что это скрытая работа, невидимая. Это первое. Но, несмотря на то, что наши правоохранители, наши силовики проделывают такую работу, предотвращают, соответственно, террористические акты, и должны предотвращать они это, мы, в свою очередь, должны, конечно, тоже быть бдительными. И вот перейду к вашему вопросу, уже конкретно, что, значит, по появлению предметов. Ну, по появлению предметов каких-то у нас, по-моему, информации такой не было. Где нашли бомбу, где ее разминировали и так далее. У нас были звонки о минировании определенных учебных заведений, институтов и так далее. Да, это было. Но о том, что там что-то находили, такой информации я не слышал. То, что у нас увеличилась подброска этих взрывоопасных предметов, я не могу вам сказать. И об этом мне неизвестно. Это первое. Но что мы должны знать? Люди должны знать, уметь выявить предмет взрывоопасный, и, соответственно, принять определенные действия. То есть оценить ситуацию на месте и предпринять правильные действия. Ну, теперь перейдем к взрывоопасным предметам. Что это такое? Взрывоопасные предметы отличаются по характеру своего производства. Есть заводского производства, есть самодельные кустарные. Заводского, понятно, это соответствующие мины, значит, снаряды, которые произведены на военных заводах. При визуальном осмотре это сразу видно, что это мина. То есть она как не поменяла свою структуру, так она и осталась. То есть что? Она круглой формы, вытянутой формы. Там, значит, есть виден, там, может, у нее запал виден, там, в виде блюдца могут быть эти мины и так далее. Снаряды, то же самое, допустим, ну, снаряды времен Великой Отечественной войны, их тоже могут использовать, ну, в качестве каких-то взрывных устройств. И самодельные взрывные устройства, они хоть и производятся кустарным способом, но это уже занимаются этим вопросами профессионалы. То есть профессионалы, подрывники, террористы, которые обучаются в соответственных, там, лагерях, там, на Западе, там, ну и так далее. Вот эти, конечно, предметы самодельные, они вызывают большее опасение. Почему? Потому что они закамуфлированы под обычные предметы. Значит, ну, опять же, какую задачу преследуют террорист и террористический акт? Прежде всего, это посеять панику у людей. То есть где-то происходит какое-то событие, взрыв, вот в каком-то, ну, допустим, там, значит, на остановке, там, или где массовое скопление людей, да, соответственно, это вызывает панику, недоверие к органам власти, почему вы нас не защитили, ну и так далее. Прежде всего, террористический акт нацелен на подрыв авторитета власти. Это самая первая его цель, и мы должны об этом понимать. И чтобы выявить такие предметы, это рассчитано на что? Рассчитано на психологию человека. То есть он видит этот предмет и пытается его поднять, либо взять, либо сдвинуть с места, и здесь, в этот момент, происходит взрыв. Почему? Потому что либо этот предмет установлен на неизвлекаемость этого предмета, то есть если ты его с места сдвинул, он, соответственно, взрывается. Либо же ты его, если берешь, то происходит дистанционное управление взрывом, то есть идет сигнал, детонатор, значит, и, соответственно, происходит взрыв. Вот такие способы подрыва. Но, значит, что мы должны знать? Подо что могут закамуфлированы быть эти предметы? Опять же, психология. Это телефоны, это гаджеты какие-то дорогостоящие. Там увидели, Apple лежит, допустим, в чехле или ноутбук какой-то на лавочке. Конечно, не нужно ни в коем случае его трогать. То есть это предметы, которые вызывают у людей особое внимание, хочется поднять. Кошельки, допустим, какие-то, бумажники большие, барсетки могут быть. То есть первое, где человек видит и пытается, скажем так, завладеть этим предметом. А в каких местах могут их чаще всего располагать именно как взрывоопасные? То есть просто так на лавочке или же где-то в группах общественных? Ну, как мы из террористических целей определили, что это прежде всего подрыв авторитета власти. Соответственно, это чаще всего может быть в местах людного скопления, где люди отдыхают и так далее и тому подобное. Какие-то магазины, супермаркеты, места скопления людей, отдыха и так далее. Ведь у нас сейчас желтый уровень опасности и при проведении массовых мероприятий выезжают специалисты, обследуют это место. И инициаторы проведения этих мероприятий, они сейчас по закону обязаны уведомить органы власти. Если не уведомили, то на них ложится ответственность. Это вот тоже очень важный момент. И соответствующие службы вызывают, обследуют это место, составляют документы. Эти документы хранятся, в случае чего они предоставляют эти документы соответствующим структурам и так далее, соответствующим должностным лицам. То есть это места скопления, места скопления людей. Ну, я еще не ответил до конца на ваш вопрос, как могут быть закамуфлированы эти предметы. Вот мы сказали, те предметы, которые вызывают интерес у людей. Но могут быть предметы, те, которые интерес не вызывают. Ну, это опять же идет от, скажем так, способа проведения террористического акта. Ну, допустим, баклажка. Часто можем видеть баклажки, которые валяются на улице. Но если это баклажка, к этой баклажке примотан телефон мобильный с проводами, или же там еще что-то из нее торчат, какие-то, может быть, электроды или еще что-то, какие-то предметы находятся. То есть это неестественный предмет, соответственно, у людей должен вызвать подозрения. Почему телефоны приматывают? Почему провода? Это идет, телефон используется как передатчик для детонации взрывателей. Происходит подрыв заряда. Вот для этого используют телефоны. Провода, соответственно, по которым происходит передача сигнала. То есть все просто. Чтобы посмотреть, как могут выглядеть, достаточно в интернете набрать. Их много, там разных способов и так далее. То есть там эти люди нехорошие, они изощряются в этих моментах. Ну, вот такие отличительные признаки. То есть несвойственность предмета, допустим, наличие там каких-то других предметов, которые могут являться источником передачи данных. Не данных, а источником передачи сигнала, значит, на заряд. Это провода, это телефоны, значит, ну, может быть какие-то тикающие предметы, допустим, механические, да, там будильник какой-нибудь там может быть, там и так далее. То есть, допустим, увидели чемодан, допустим, стоит, и от него, допустим, он сильно тикает там или еще что-то. Но хотя сейчас это не используют, сейчас больше именно вот к дистанционной, перешли к дистанционной передаче сигнала и подрыва самодельных взрывных устройств. Но все равно вот эти предметы, которые обыденные, чемоданы, сумки там и так далее, тоже должны у людей вызывать определенные опасения и так далее. Бдительность терять нельзя. Да, да, бдительность терять нельзя. То есть, нужно смотреть, анализировать постоянно. И на основании этого анализа принимать соответствующие действия решения. Ну вот человек обнаружил этот взрывоопасный предмет, как ему кажется, да, вызвал специальные службы. Как происходит обезвреживание? Ну, это специальные службы, они инженерно оснащены, скажем так, да. Прежде всего идет визуальный осмотр, что это за предмет. Затем уже на основании визуального осмотра специалист, ну, инженер взрывотехники, они называются взрывотехникой, он уже принимает, скажем так, решение, как его извлекать. Либо его можно переносить, либо его нельзя переносить. Если его нельзя переносить, тогда он разрушается на месте. То есть, туда накладываются заряды, и эти заряды подрываются для того, чтобы разрушить это взрывное устройство. Эти люди, взрывотехники, они оснащены специальным имуществом, специальным оборудованием. Они в защите. У них маски защиты, там, пятого класса, у них бронежилеты соответствующие, у них рукавицы на рукавнике, на ноги тоже защита, бронезащита одевается. Ну, он выглядит, как, ну, человек из фантастического фильма, если его посмотреть. То есть, вот эти люди, они так выглядят, когда они одевают эту амуницию. Она очень тяжелая, мне сложно передвигаться и так далее. Если же предмет нельзя излечь, то есть соответствующие роботы, которые выезжают, делают выстрел, и этот предмет разрушается. Разрушается он именно взрывается, как должен взорваться, или просто перестает действовать? Нет, он не будет взрываться, как должен взорваться. Почему? Потому что, ну, может, детонацию может вызвать, скажем так, да. Но прежде всего идет отстрел именно механизма передачи сигнала на детонатор. То есть, если это мобильный телефон прикручен, соответственно, бьется, выстрел идет в этот мобильный телефон, чтобы он разрушился, чтобы не было произведено сигналы и так далее. Но это уже специалисты, они оценивают, куда стрелять и так далее. Соответственно, эвакуация производится, помещение, даже если при взрыве, при детонации, то есть, ну, максимально принимаются меры для того, чтобы обезопасить граждан и обезопасить эту территорию. В таком случае. Но разрушение заряда и снаряда, это уже крайняя мера. Это уже, когда снаряд не извлекается, то есть, нельзя его извлечь. При смещении он взорвется, соответственно, он разрушается. Если его можно извлечь, тогда, соответственно, он погружается в соответствующие автомобили, там, в ящики бронированные, перевозится, и на полигонах эти уже снаряды уничтожаются. Вот, Владимир, вы ранее, как раз в нашем разговоре упомянули снаряды Великой Отечественной войны, что их тоже могут использовать. Но у нас на территории Белгородской области и в любое время можно обнаружить где-нибудь при полевых работах, при строительных работах, старые, не сдетонированные, не детонировавшие боеприпасы. Вот скажите, пожалуйста, что делать, если их обнаружили тоже? Кому звонить, трогать их, не трогать? Ну, естественно, не трогать. Нужно эти снаряды пометить. Ну, как можно пометить? Палку, значит, поставить соответствующую метку, сломать ее, чтобы ее было видно, там, значит, ну, смотрите, прежде всего, какой алгоритм, да, значит, либо в поле мы находим снаряд, либо на улице, либо в каком-то помещении. Первый алгоритм, если у вас предмет вызвал опасения, вы должны оценить эту ситуацию, вы должны проанализировать. Если вы увидели, соответственно, не надо делать никаких резких движений, поднимать его, убегать, там, и так далее. В том числе и на улице, если в поле, там, или в лесу, где-то вы нашли. То есть, вы идете, увидели предмет, лежит снаряд, да, значит, либо мина, к примеру, значит, не надо делать никаких резких движений. Вы должны посмотреть, если там, осмотреть это место, да, если там нету никаких проводов, если там нету, скажем так, никаких-то там других подозрительных приметов рядом с этой миной и так далее, вы либо запоминаете это место, да, либо вы его как-то помечаете. Ну, каким способом можно пометить? Ну, взять платок носовой, привязать на ветку, или же ветку, допустим, сломать, или же там оставить какой-то свой предмет, да, ну, палку там воткнуть, допустим, но если палку втыкать, тоже нужно знать, куда втыкать. Может, там рядом еще какой-то лежит там какой-то датчик или же нажимного действия, какой-то механизм, который может действие привести. Может, и палку не нужно. Ну, оптимальный вариант это пометить, там, платок привязать, оставить какой-то свой предмет и так далее. В общем, минимальное физическое воздействие. Да, да, минимальное физическое воздействие, да. Ведь эти мины еще и заряды отличаются по нажимному действию, и они от этого тоже зависят. Там, лепестки, либо мины, либо снаряды времен Великой Отечественной войны. Снаряды вообще поднимать, допустим, нельзя. Значит, затем вы возвращаетесь по той дороге, по которой вы шли. Если можете, вы вслед-в след, вы уходите, соответственно. Если же вы боитесь вернуться назад, либо же, может, вы увидели какие-то другие подозрительные предметы, там, растяжки, там, может быть, да. Ну, зашли вот так. Зашли, кто его знает. Вот пошли на приграничную территорию, к примеру, да. А там вот увидели вы мину и какие-то провода там растянуты. Ну, зашел вот так человек. Не нужно ходить, конечно, туда, мы об этом говорим. Ну, так получилось. Соответственно, нужно сразу позвонить по мобильному телефону, вызвать соответствующие органы, соответствующие структуры. МЧС, полицию вызывайте, 112, телефоны все знают и так далее. Если нету связи, то попробовать выйти по своим следам по той дороге, по которой вы выходили. Беспрепятственно, аккуратно, спокойно осмотреться по сторонам, смотреть под ноги, куда вы наступаете и так далее. Если у вас, куда вы наступаете, вызывает какое-то опасение, какой-то неестественный предмет лежит, либо какие-то следы на земле, может быть, остались, ну, не ваши, да, какие-то другие там, может быть, да. Соответственно, конечно, туда не нужно наступать, а нужно аккуратно выйти. И, соответственно, добрались вы до связи, уже позвонили, приехали, вы рассказали, где это. И, соответственно, это уже обезвредили, уничтожили. Ну, вот в последнее время как раз участились случаи травмирования людей при контакте со взрывоопасными предметами в приграничной территории, в приграничных муниципалитетах Белгородской области. И скажите, пожалуйста, как можно этого избежать? Губернатор сказал, что избегайте, избегайте нахождения в этих местах. Он объявил четко и понятно. Он имеет на это право. Желтый уровень террористической опасности. Люди, конечно, должны отдавать себе отчет. А если они туда пошли, там, за грибами или еще зачем-то, ну, если вам грибы дороже своей жизни, то, пожалуйста, ходите. Ну, в чем проблема? Ну, вас предупредили, что не нужно это делать. Соответственно, нужно у себя, скажем так, сделать в голове какую-то отметку определенную. Это первое. Второй момент. Когда вот граждане подрываются на таких предметах, мы не знаем, по какой причине они там находились и что они там делали. И опять же, эти предметы, как могут быть, скажем так, действующими силовыми структурами, установлены в целях противодействия, проникновения противника на территорию Российской Федерации. Точно так же могут они там с воздуха как-то рассыпаться и противоборствующей стороной. Это есть лепестки такие, там, слышали за них, да, это они разбрасываются с воздуха, там, ну, через соответствующие, там, приспособления и так далее. Там снаряд выстреливают, там они, он разрывается, там, эти лепестки рассыпались. У них специальные там крылатки есть, чтобы они, как бы, разлетались вот с этого места, больше разлетелись в стороны. Если вам вышли, там, какая-то охрана стоит, и вышли, вам сказали, что не нужно здесь находиться, здесь опасно, значит, все, нужно выполнить эти требования, значит, уйти в сторону, значит, удалиться в то место, откуда вы пришли. То есть, в любом случае должна быть бдительность, все просто, бдительность людей, и нужно включать мозг, нужно включать голову, потому что, ну, вот такая ситуация сейчас сложилась. Желтый уровень опасности, все должны это оценивать. У кого-то это произошло уже в голове, изменения произошли, а у некоторых людей это изменения не произошли. Почему они там находятся, почему они там ходят, грибы они собирают, потому что они там не грибы собирали, кто вы знает, что они там делали, мы не можем сказать, почему они там находились. Вы пример правильно привели, что в медиа тоже там, и вот эти случаи, они у людей вызывают опасность, вот, мы не можем там в лес за грибами поехать, да вам никто не запрещает в лес ехать за грибами, у нас сколько этих лесов, вы зачем идете туда на приграничную территорию, где есть силовые структуры, там наши находятся, там и так далее, туда, конечно, не нужно ходить. Там помимо грибов можно найти то, что не нужно. Да, помимо грибов можно еще себе приключения найти. Спасибо вам большое, Владимир, за то, что ответили на наши вопросы. Я думаю, информация была исчерпывающая, и каждый наш зритель подчеркнет что-то для себя, и мы сократим количество трагических случаев. Напомню, что сегодня у нас в студии был председатель правления Белгородского городского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Владимир Коротких. Спасибо вам еще раз за такую интересную беседу. Спасибо вам тоже. Уважаемые зрители, а с вами мы увидимся в наших следующих выпусках. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин